Приветствую всех на очередной встрече школы анархизма. Сегодня она посвящена теме самоуправляемых обществ. Сразу сделаем несколько оговорок, что мы пока готовились, произошли всем известные события. Это, конечно, немножко и отразилось и на нашей подготовке, и на том, на каких моментах мы расставим акценты, чему будем уделять больше внимания. То есть это будет немножко акцент больше на территории Украины, немножко больше акцент на те самоуправляемые общества, которые были как-то связаны с самообороной и вооруженными формированиями. И плюс мы постараемся уделить чуть побольше времени, чем обычно, дискуссии, а также немножко уделим внимание вопросу того, как в нынешней ситуации сегодняшней ведут себя анархисты, как они оказывают помощь беженцам. Итак, поехали. Что касается тех примеров, о которых мы сегодня будем рассказывать, мы условно разделили все эти примеры по периодизации такой, что как будто большую часть, о которых мы упомянем вскользь, это то, что касается до 20 века примеров. И по примерам, которые известны нам по 20 веку, мы немножко подробнее расскажем. Это связано не только с тем, что они современнее и лучше изучены, хотя, безусловно, это тоже очень важно. То есть те примеры, которые касаются древних обществ, это в основном очень мало изученные примеры, о которых мы будем говорить, о которых более-менее достоверно что-то известно. Но нужно понимать, что там мы не можем ударяться в какие-то подробности по поводу их социальных моделей, по поводу причин их краха или экономических каких-то отношений с соседями. Потому что это будут во многом спекуляции, источников не так много, поэтому будем говорить только о том, о чем известно. Но, во-вторых, это связано еще и с тем, что проекты 20 века это проекты политически осознанные. То есть это проекты именно анархических обществ, те, которые мы будем затрагивать. А те проекты, которые существовали ранее, это проекты, которые мы бы обозвали более как стихийные самоуправляющиеся общины, общества. То есть часто без идейной основы, либо еще как отдельный такой подвид, религиозно обосновываясь свое самоуправление, свое безвластие. Ну и первое, о чем стоит сказать, что, конечно, вообще у нас есть большие основания полагать, основываясь на данных антропологов, что, в принципе, до какого-то периода история человечества представляла собой именно безгосударственное общество. То есть большую часть известна нам как история человечества. Хоть она и дописьменная, и мы не можем это документально никак подтвердить, скорее всего, это были общества догосударственные. Косвенно об этом, конечно, и говорят и этнографические данные современные. Вот так, например, традиционное общество Симаи в Малайзии хорошо описано. В частности, оно известно тем, что их экономика строится не на бартере, то есть не на обмене, то есть это даже не прото-деньги, а экономика именно дарения. То есть у них присутствует четко выраженное понимание не только того, что должна отсутствовать политическая структура, но и что не должно образовываться никаких экономических излишков, и у них существует выработанная система того, как с этим бороться. Интересный еще пример охотников-собирателей Мбути. Это из Центральной Африки. У них тоже самоуправляемое общество низовое, у них существует интересная система решения конфликтов, такая очень близкая либертарным моделям. То есть у них конфликт, какое-то либо преступление воспринимается как социальная проблема всего общества, и молодежь в первую очередь несет на себе такую социальную функцию акцентировать внимание общины на наличие таких конфликтов, и у них есть определенные ритуалы, которые молодежь проводит, и с их помощью они заставляют общество сакцентировать внимание на том, что конфликт существует, и на том, что нужно прибегнуть к его решению, а до тех пор как будто бы нельзя уже жить прежней жизнью. Но это общество примитивное, а как насчет обществ, которые уже касаются какой-то более-менее цивилизации? И первая цивилизация, о которой мы можем говорить, что там присутствовала самоорганизация, более того, имела место социальная революция, это так называемая анатолийская цивилизация. Ее исследование началось еще в 30-х годах XX века, это археологические раскопки, конечно же, были, и это ряд поселений был изначально в Малой Азии, но позже было выяснено, что это более широкие территории, включавшие в себя также часть Балканского полуострова и современной Сирии. И на этих территориях была раскопана неолитическая цивилизация, неолит это период времени с последнего ледникового периода до появления железа, железных орудий труда, бронзовых изначально, то есть металла. И в этом месте были раскопаны ряд поселений, которые обнаружили очень интересную картину. Во-первых, некоторые из этих поселений очень хорошо сохранились, благодаря некоторому стечению обстоятельств и ряду факторов. Кстати говоря, в конце лекции мы дадим список литературы, который вам позволит подробнее обо всех этих примерах почитать, потому что, как я уже сказал, те примеры, которые не касаются XX века, мы о них будем говорить очень вскользь. И может показаться, что какие-то вещи необоснованные, в общем, все пруфы найдете уже в том списке литературы. И, значит, выяснилось следующее, что до какого-то момента эти поселения существовали примерно так же, как и известные нам уже ближе к нашему времени стандартное поселение, допустим, Бронзового века. То есть существовало имущественное неравенство, существовала четко выраженная религия с прослойкой жрецов, с разделением на классы, класс более имущих людей, в которых в домах были найдены какие-то предметы роскоши, но при этом не было найдено каких-то следов, что там в этих домах осуществлялось какое-либо производство. И также люди, которые были похоронены в этих домах, а для этих поселений были свойственные такие захоронения, прямо в доме под полом склеп устраивался. И вот люди, которые там были найдены, похоронены у них по строению скелета, их было заметно, что они вели образ жизни более праздный, чем люди, захороненные в домах, так скажем, в квартале бедняков. Существовал централизованный храм на главной площади, где осуществлялись человеческие жертвоприношения, скорее всего, это были люди из низших сословий. Ну и, в общем, все в таком духе. Но в какой-то момент случается нечто, что археологи очень долго не могли объяснить, потому что это было не похоже на другие известные нам примеры эпидемий, военных нападений, каких-то других бедствий, в том числе природных катаклизмов. И только в 2004 году ученые пришли к выводу, что это была, похоже, социальная революция. То есть происходит восстание, во время которого квартал богачей полностью разрушается, разрушается полностью центральный храм, на его месте, на центральной площади, устраивается общественная свалка. Причем это все происходит не в течение продолжительного времени, а довольно быстро. Так что богачи, судя по всему, не успевают никуда убежать. Все предметы роскоши, все это остается на месте, под завалами. И рядом, что, опять же, не говорит в пользу каких-то там эпидемий либо военных нашествий, строится в то же самое время новый город. И в этом городе, и мы можем говорить о том, что это было свойственно всей анатолийской цивилизации, это не пример одного города, но на примере одного города археологи смогли проследить ряд черт, которые были дали этой цивилизации свойственны на протяжении трех тысяч лет. И это была довольно обширная территория, и это были города, некоторые из этих городов с населением до десяти тысяч человек. То есть, несмотря на то, что это цивилизация, которая не знала металла, это довольно большая сообщность людей. И вот какие черты археологи находят свойственными этому обществу, которое установилось после социальной революции и существовало на протяжении около трех тысяч лет. Во-первых, остается религия, но нет уже централизованных храмов. Вместо этого появляются места поклонения в каждом из домов и исчезает практика человеческих жертвоприношений. Во-вторых, существует абсолютно беспрецедентное для того времени отсутствие гендерных различий, гендерных ролей. То есть, мы находим фрески в домах, это отдельная тема, появляется искусство, находим фрески в домах, где существует изображение мужчин и женщин, которые вместе охотятся, вместе трудятся, все наравне. Археологические раскопки, останки исследования костей людей, захороненных в этот период, подтверждают, что физическая работа была примерно одинаково распределена. Кроме того, на этих же изображениях мы видим мужчин, которые занимаются воспитанием детей. И еще такой интересный факт, что в то же самое время предметы украшений, разные серьги, броши, носят также и мужчины, и женщины одинаково. То есть, еще и внешне по одежде каким-то существенным образом они не различались. Помимо этого, существует имущественное равенство, плюс-минус, но при этом не похоже на уравниловку. То есть, все равно существуют ремесленные изделия, которые отличаются друг от друга, но мы видим, что в каком-то количественном, качественном соотношении между семьями они особенно не разнятся. В этом поселении осуществляется застройка типовая, то есть, все здания похожи по проекту друг на друга, они не отличаются в отличие от дореволюционного общества, не отличаются по качеству постройки, а размерами различаются лишь в зависимости от размера семьи, причем они интересным образом очень регулировали вот эту вот возникающую потребность в том, чтобы расширить постройку, если появляется новый член семьи. То есть, в каждом доме, когда он только-только строился, закладывалось складское помещение, которое использовалось, скорее всего, всей общиной, либо если там был какой-то ремесленник, то может быть под его конкретные нужды, и когда появлялся новый член семьи, то этот склад разгружался на другие склады, члену семьи, соответственно, отдавалась вот эта вот комната, и община начинала строительство нового дома. Там еще интересная была планировка города, которая уже сама по себе подразумевала общественное использование городского пространства, потому что там крыши домов использовались как проспекты для того, чтобы проходить к реке. И так, я уже сказал, что отсутствовала жесткая специализация труда. А, вот еще. Кроме того, были найдены следы того, что существовало социальное иждиверчество, то есть, внимание, это времена неолита, и найдены люди, которые, допустим, во время своей жизни они получили какое-то тяжкое увечье, которое не позволяло им далее трудиться. И было установлено, что после того, как эти люди получили увечье, они еще долгое время жили достаточно сытой, безбедной жизнью, несмотря на то, что, очевидно, сами не могли трудиться и обеспечивать себя. То есть, о них кто-то заботился. Кроме того, скорее всего, существовали здания, которые можно охарактеризовать как больницы, существовало социальное попечительство, и в целом продолжительность жизни была достаточно высокой для того времени. Есть еще и некоторое свидетельство того, что, возможно, детская смертность была ниже, чем в период до этого, и самое интересное в период после этого. Ну и, как я уже сказал, существовало много свободного времени, до Сага было установлено, что люди много танцевали и расписывали дома вот этими самыми фресками, которые позволили нам узнать подробнее об их укладе. Также примерно в подобных традициях самоуправления существовали и существуют до сих пор многие кочевые общества животноводов, в частности, мы можем проследить их уклад жизни по обществу древних казахов, то есть население Казахстана. Кто такие казахи? вообще слово казах и казах это суть одно и то же слово и обозначает оно не этнос, оно обозначает на языках тюркских, на языках степных народов вольного человека, просто человека, который ушел от каких-то обязательств городской жизни, либо жизни какой-то прогосударственной, и вот степные вот эти животноводы, они не обязательно были агрессивны, но при этом они часто промышляли охотой, поэтому у них практически у каждого мужчины в степи было оружие, плюс у него была лошадь в связи с их образом жизни, и этот факт, то, что они были мобильны, то, что они были вооружены, долгое время не позволял там установиться какой-то иерархии, гегемонии, потому что гораздо проще было подчинить себе какое-то земледельческое общество, миролюбивое, которое, ну, допустим, не практикует часто охоту, а чаще занимается земледелиями, за счет этого не обладает в таком количестве, допустим, оружием, плюс оно имеет точное место дислокации, куда можно прийти, там его ограбить, у них есть какие-то склады, для кочевых обществ это все работает немножко иначе. Ну, в общем, эта традиция в некоторых регионах мира сохранилась еще и по наши дни, ну, вот, а в средневековье можно сказать, что ее продолжали казаки, я о них еще чуть подробнее попозже скажу. Что касается городов и того, что мы чаще всего подразумеваем, понимаем, как цивилизация, то, конечно же, всем нам на ум сразу приходит прямая демократия Древней Греции и афинские полисы, вот здесь на карте вы можете увидеть полисы, которые были союзниками Афин. Нужно понимать, что те полисы, которые находились на территории современной Греции, они изучены чуть лучше, чем полисы, которые находились, допустим, в Малой Азии или в Крыму, и поэтому мы не можем с достоверностью сказать, насколько афинский полис был примером наиболее демократичного общества из существовавших. Но что мы можем сказать однозначно, что в большинстве примеров полис это все-таки не город-государство, как нас учили в школе, полис это все-таки образование отличное от понимания государства. Вот, конечно же, они в своей там иерархичности и в количестве свобод для граждан отличались. И сразу же важная оговорка, что свободы эти распространялись на граждан, то есть на лиц мужского пола и на свободных. В то время, как во многих полисах, в частности в Афинах, существовало еще параллельно рабство. Это, как минимум, этот факт не дает нам оснований называть эти общества анархическими, но мы говорим о том, что они были в какой-то мере самоуправляемыми, безгосударственными. И это пример уже проекта такого политически осознанного, который далее и послужит основой для осмысления анархическими философами и создания уже более продуманных проектов. Что касается Древней Греции, то в это время возникают и философы, которые формируют некоторые идеи, близкие анархистам. В частности, здесь, конечно же, стоит упомянуть Сократа и Антифонта, которые еще и между собой очень сильно спорили. Один такой был более просоциальный, другого бы сейчас мы характеризовали как анархо-индивидуалиста. Ну, а первым философом, которого уже с большей уверенностью можно назвать философом анархизма, это был Бао Цзиньянь, первый философ-анархист из Китая, который уже прямым текстом провозглашал, что государство это зло, людям нужно вернуться к естественному порядку вещей, которые он поднимал под социальным равенством, мущественным равенством, отсутствие каких-то там иерархий и насилия. Так, что еще касается античности, также интересный миф о лесестрате, это просто в свете событий последних дней, стоит, наверное, упомянуть. в Древней Греции существовал миф о так называемой женской забастовке, то есть когда женщинам не понравилось, что мужчины ведут войны и они перестали выполнять какие-либо свои функции и общественные по дому и какие-либо, в протест объявили такую вот забастовку против войны. Интересно, что в принципе, конечно же, примеры сопротивления и забастовок нам известны в большем гораздо количестве, чем примеры самоуправляемых обществ, о которых я расскажу и о которых я, возможно, забуду упомянуть. То есть освободительная борьба наносила явно гораздо более широкие масштабы, плюс нужно понимать, что историю все же пишут победители, поэтому до нас доносятся только отголоски тех событий, которые были настолько громкие, что их ну нельзя уже было просто замолчать, о них ходили мифы и легенды и не оставить следа и в письменной истории они просто не могли. И в том числе распространению таких освободительных идеологий помогало то, что они просачивались, вернее, наверное, не просачивались, а это был такой взаимный синтез, взаимодействовали с религиозной также, с религиозным мировоззрением, с религиозной философией, из-за этого во многих религиях или даже в философских школах, если мы говорим о Китае, допустим, или Индии, мы замечаем, что есть уже какое-то понимание освободительной философии. Например, мы можем вспомнить про ереси в иудаизме, это, например, ересь евсеев, которые также провозглашали общину, которая противопоставляла себя официальному иудаизму, которая на тот момент активно сотрудничала с захватившей Палестину, Римской империей, и провозглашали социальное равенство, но там у них были очень строгие, конечно, прятки религиозные в том, как человек должен вести себя в этой общине. И сюда же, конечно же, стоит отнести и буддизм, и раннее христианство, причем вот этот уклад раннехристианский, опять же, представление о том, что нужно жить коммунно, о том, что имущественно и в правах своих все перед Богом люди равны, все должны быть равны и жить на земле, согласно этому пониманию, вот эти раннехристианские учения, они потом прослеживаются в освободительных движениях на протяжении всего христианства, в протяжении всего того периода, когда христианство в Европе доминировало. В частности, нам известны такие ереси, как катары, риане и, например, гуситы. В частности, если мы будем говорить о гуситах, то вспомним такое движение, как табориты. Табориты — это более радикальное крыло гуситов, названное не так в честь горы Табор в Чехии. Их предводителем был Ян Джишко. Я чуть позже скажу, что предводители — это в первую очередь военное понятие, а в социальном плане их общины строились на понимании социального равенства и имущественного равенства. То есть, на ранних христианских принципах у них отсутствовала какая-либо иерархия, в том числе иерархия религиозная, то есть какие-то чины священнические. Ну, вернее, там были разные направления в гуситском движении, но вот конкретно у таборитов было и такое. Что интересного можно рассказать про таборитов и про Яна Жишку, то, что они впервые придумали интересную и довольно, как оказалось, действенную тактику Вагенбурга. Это оборонительное сооружение, которое создавалось из, так скажем, древнего аналога тачанок. Ян Жишка лично разработал эту стратегию, он разбил армию на отряды приблизительно по 20 человек. Каждому из них была прикреплена такая повозка укрепленная, которые двигались параллельно друг к другу и в случае опасности, приближения опасности, о которой докладывали разведчики, легко кониться в легких доспехах, они образовывали Вагенбург. Это какое-то подобие крепости из этих телег, скрепленных между собой цепями. если это еще касалось долгой какой-то стоянки, то колеса еще землей присыпались, а вокруг образовывался такой небольшой ров. Из этих телег могли стрелять лучники, из пращи стрелять люди и так далее. Ну, еще там целый ряд военных новаций он предложил. Что касается самоуправления, то стоит отметить, что несмотря на введение строгой дисциплины и воинского устава, который регламентировал, как должны вести себя воины, у них присутствовали довольно демократические на тот момент, например, выборность командиров и отсутствие какой-либо иерархии в мирное время, то есть за пределами войны. Кроме того, существовал равный раздел трофеев. Это все давало им очень большие моральные преимущества перед врагом, потому что, во-первых, они могли брать массовостью, они призывали, не то, что призывали, это не было мобилизацией, они пополняли свои ряды людьми из низших сословий, крестьянами и горожанами, в то время, как противостоявшая им католическая конница рыцарская состояла только из представителей знатного сословия. Во-вторых, у них не было борьбы за трофеев, которая не порождала внутреннюю конкуренцию и борьбу в их рядах. Ну и выборность командиров и крайне религиозная идеологическая мотивированность позволяли им тоже более упорно противостоять врагу. Их идеи просочились и на нашей земле, в речь посполитую, в частности в королевстве польском тогда появились подражатели таборитов польские браты, а в великом княжестве литовском появились так называемые литовские браты. И они пошли, были еще более радикальные в своих представлениях, и там они выступали против службы в армии, против уплаты налогов, против содержания рабов и крепостного права. И даже в своих религиозных доктринах доходили до вещей довольно радикальных, в частности некоторые из них утверждали, что Иисус Христос это вообще он не был Богом, он был просто проповедник человек, а Бог может быть там есть, может быть нет, но нет никакого тридцинства, Иисус точно не был Богом, и Библия это не догмат, и так далее, и тому подобное. Вот, и на землях Великого княжества Литовского эти идеи стали получать довольно большую популярность, и наблюдая эту тенденцию, это забеспокоило и магнатов, которые теряли крестьян в своих рядах, то есть начинались бунты, и также это и забеспокоило королевскую власть, и тогда появилась вот эта пресловутая литовская веротерпимость, когда король пошел на сделку со знатью, и предложил признание кальвинизма и лютеранства, в обмен на то, что кальвинисты и лютеране будут на своих землях преследовать литовских братьев, и вот так государственные силы, объединившись с магнатерией, смогли эту тенденцию победить. Что помогло победить таборитов? Помогло победить таборитов то, что не было единства в их рядах, они разделялись на таборитов и на чашников, на более умеренное движение гуситов, которое призывало примириться с властями и добиться официального признания. дошло до того, что они начали воевать друг с другом, чашники во многом перенимали военную тактику таборитов, и не сказать, чтобы кто-то из них побеждал в этом противостоянии, но в какой-то момент немецкие рыцари-католики воспользовались их раздором и ударив спину, победили сначала одних, потом других. Сам Ян Жишко при жизни, я насколько помню, не потерпел ни одного поражения, ему в бою, вот вы видели его портрет, в бою выбили сначала один глаз, потом по легенде в следующем бою ему выбили второй глаз, но он продолжал руководить на поле сражения, оставаясь полностью слепым. И даже когда он заболел чумой и понимал, что скоро умрет, он в своем завещании попросил снять с него после смерти кожу и сделать из нее боевой барабан, чтобы даже после смерти враги слышали его голос и боялись его, потому что действительно существовал такой факт, что у таборитов были свои религиозные гимны, а их военная тактика оказалась настолько действенной, что когда враги слышали, что против них выходят не чашники, а именно табориты и слышали их религиозные гимны, то они разбегались в страхе. И казачество тоже во многом очень похожая по своей военной тактике группировка. Как я уже сказал, казаки это не этническая какая-то группа, то есть они не были монолитны в культурном плане, хотя принято их реконструировать как людей с одинаковой одеждой, с каким-то одинаковой прической, но на самом деле этнический состав был достаточно пестрый, они даже на разных языках говорили все, что их объединяло это то, что они хотели вести промысел в низовьях Днепра, то есть заниматься охотой и рыболовством, но при этом хотели также отбиваться от кочевников, тюрков, от крымского ханства. Скорее всего прототипом казаков были так называемые бродники, это все то же самое, просто люди, которые сбежали от крепостного права, сбежали от правительства, сбежали из городов и начали жить вот такой жизнью разбойничей и вольной. Кстати говоря, мы не будем уделять много внимания, ну вообще наверное не будем уделять внимания таким военным демократиям и разбойничьим пиратским республикам по той причине, что они очень часто военную иерархию в себе сохраняли, во-вторых это были такие, ну их сложно очень назвать какими-то политическими образованиями, потому что например вот те же самые казаки они в основном собирались вместе только на время походов, например зимой они все расходились по каким-то зимовьям уезжали в города, оставляли только небольшой отряд в гарнизоне, но тем не менее их поселения вот эти вот военные поселения крепости Сечи или Кош еще по-другому назывались тоже были достаточно интересно устроены, в частности у них также за пределами военных походов не существовало иерархии, Кош делился на курение и в этих курениях периодически проводились всеобщее собрание все участники этой курения то есть отряда они жили в одной казарме и все вопросы которые касались их быта они старались решать в пределах только вот их курения их казармы только важные какие-то вопросы там касательно например организации каких-то дальних военных походов они выносили на обсуждение всей сечи вот про интернациональный состав я уже сказал занимались они в основном торговлей промыслом и ремеслом иногда военным грабежом но это было не главное земледелием не занимались потому что это было невозможно в условиях нападений татар интересный факт что историки считают что казаки были достаточно грамотными людьми у них в поселениях были школы и они старались все учиться читать писать это мы уже с вами потихоньку подбираемся к более современному времени что нужно сказать что тут уже в основном из-за влияния французской буржуазной революции появляются какие-то политические проекты первыми из них были социалисты утописты названные так в честь произведения томаса мора утопия который был написан еще в 16 веке он вел этот термин сам утопия и который подразумевал наличие какого-то идеального общества которому нужно стремиться из известных таких философов утопистов которые пытались реализовать свои идеи на практике и создать коммуны можно назвать Шарля Фурье и Роберта Оуэна из интересного можно еще отметить что Шарль Фурье ввел термин феминизм и был сторонником гендерного равенства борьбы за права женщин это еще в начале 19 века Оуэна также его практики также относятся к началу 19 века они оба зародили коммунитарное движение это не анархические проекты там у них существовали представления о том что должны быть деньги какая-то иерархия из разных позиций они исходили в обосновании того каким должно выглядеть это общество например Фурье был сторонником экономического антисемитизма так называемого но это современный термин он был противником евреев но судя по его работам судя по тому как он это обосновывает он был противником ростовщичества но он ассоциировал его с евреями и поэтому вот у него такой антисемитизм проскакивает в противовес социалистам утопистам которые пытались создать замкнутые общины коммуны замкнутые проекты наследие которых мы с вами увидим еще поговорим про 20 век которые продолжили существовать такие проекты в том или ином виде противовесом выступили марксисты и анархисты которые предлагали проекты революционные то есть по преобразованию уже существующих обществ и это проекты такой как бы экспансии свободного общества вместо того что предлагали сторонников коммунитарного движения давайте уйдем куда-нибудь и с нуля будем основывать там общество на каких-то там искусственных экономических принципах полностью с нуля все выстраивать и существовать пытаться существовать изолировано в рамках этой своей какой-то коммуны взамен марксисты и анархисты предлагали идею мировой революции вот и одной из первых попыток осуществить этот проект на практике можно считать парижскую коммуну произошли эти события происходили в течение 72 дней в 1871 году кстати говоря об актуальном стали они возможны благодаря тому что Франция в то время вела войну с Пруссией вернее только-только заключила перемирие поэтому основные силы которые можно назвать консервативными они находились на фронте а в городе при этом было создано что-то вроде народной милиции народное ополчение и вот именно раскол между вот этой вот республиканской гвардией бонапартийской и народным этим ополчением он и создал предпосылки для того чтобы появилось такое явление как коммуна потом были проведены сначала возник центральный комитет национальной гвардии то есть это была чисто армейская такая структура да то есть изначально армейский путь но так как в городе находилось много социалистов то они предложили провести выборы национальная гвардия была ей были близки эти идеи были проведены выборы в совет о том как он функционировал какие были там проекты экономических реформ я думаю что можете уже потом сами подробнее почитать но что стоит сказать что конечно не все проекты там были успешными было довольно много противоречивых предложений связано это было прежде всего с тем что члены совета и вообще участники коммуны в более широком смысле были разделены на разные идеологические лагеря среди которых можно выделить три таких крупных группы это коммунисты бланкисты нео-якобинцы и анархисты проданисты и вот каждый из них имел какое-то свое представление свою программу и в зависимости от того какой социальной сферы их делегаты заведовали и где проталкивали свои реформы там осуществлялись те или иные проекты все вместе это конечно давало такой микс очень странный но при этом как ни странно достаточно жизнеспособный в некоторых сферах вот в частности считается что в экономической сфере довольно успешно они могли существовать но рано или поздно конечно это должно было столкнуться с реакцией бонапартийского правительства очень долго коммунары обсуждали программу воззвания к остальной Франции чтобы она тоже восстала 22 дня пытались принять и обсудить эту программу в итоге к тому моменту когда она вышла и города действительно попытались восстать в частности Леон Сент-Этьен Марсель Тулуза Бордо Лимонш но к тому времени было уже упущено время национальная гвардия вернее гвардия бонапартийская вернулась с фронтов они заключили перемирие с Пруссией более того они даже договорились на то чтобы через оккупированные Пруссии земли проводить свои войска для того чтобы подавлять мятеж коммуны Пруссия всячески способствовала этому и в итоге во всех этих городах бунты были достаточно быстро подавлены что позволило сосредоточить внимание на Париже быстро также подошли к Парижу и с применением артиллерии стали штурмовать город также довольно долго шесть дней эта резня продлилась коммунары также не уступали с боями отступали строили баррикады здания которые им приходилось сдавать они поджигали в ответ на это бонапартисты стреляли по баррикадам и по зданиям из артиллерии прямо в черте города итогом этого стало то что Париж был достаточно сильно разрушен без суда было расстреляно по разным оценкам от 25 до 30 тысяч коммунаров еще 43 тысячи коммунаров были арестованы часть из них также потом казнены из того что нам белорусам может быть интересно что активное участие в обороне коммуны и вот в военной жизни коммуны принимал Валерий Врублевский это участник восстания Калиновского Кастуся Калиновского социалист по убеждениям вот далее эта практика распространилась и на другие страны где марксисты и анархисты стали пытаться создавать подобные коммуны и создавать советы рабочих вот эти республики советов они появлялись и во время первой русской революции в 1905 1907 году и после февральской революции они появлялись и не все из них естественно шли в ногу с политикой большевиков после октября 17 года в частности там Старобуянская республика или восстание можно вспомнить матросов в Кронштадте которая также имела политическую программу Тамбовское восстание еще целое движение зеленой партизанщины так называемой зеленой то есть крестьянские движения которые предлагали в той или иной степени самоуправляемые проекты на территории Беларуси также действовал действовали партизаны отрядов зеленого дуба ну и это же явление породило и Махновщину параллельно продолжают существовать проекты коммунитарные такие например как коммуны анархохристиан толстовцев Лев Николаевич Толстой стал прародителем этого движения он был человек верующий но при этом он яро критиковал церковь считал ее таким институтом государства государство он тоже довольно сильно подвергал критике за что был и церковью придан анафеме и государство в отношении его многих произведений применяло цензуру вот и он выдвинул вот идею основываясь на раннехристианских принципах создавать коммуны сельскохозяйственные и эту идею довольно быстро подхватили был создан ряд таких коммун но к середине 30-х годов эти коммуны все были разгромлены большевиками они были не очень многочисленные самая большая коммуна в лучшие времена насчитывала около тысячи человек но интересно что потом уже после войны это движение возродилось и существуют до сих пор в виде неотолстовства и в данный момент эти коммуны также насчитывают около 500 человек населения также можно отнести к полурелигиозному такому самоуправляемому движению движению за самоуправление движение кибуцев оно зародилось во время второй аллеи так называемой в 1904 1914 годах связано это аллея это движение переселения в палестину евреев и связана была сама идея этого движения с тем что в европе и там и тут происходили еврейские погромы во многом из-за того что евреев ассоциировали с расставчичеством это вообще отдельная тема почему так сложилось вот и в то же самое время евреи которые во время именно этой второй аллеи эмигрировали в палестину они очень многие были социалистами либо анархистами по убеждениям соответственно эти принципы они принесли в кибуцы которые там создавали это также сельскохозяйственные общины они основаны на принципе коллективного владения имуществами и средствами производства равенства в работе потребления в социальных услугах изначально также на отказе от наемного труда частной собственности ну в общем на таких достаточно анархических принципах потом часть кибуцев эволюционировала некоторые пострадали во время войн сейчас некоторые из них выглядят иначе но тем не менее в Израиле всего насчитывается около 200 кибуцев нынче с общим населением около 120 тысяч человек и вот известен например кибуц который вы видите на фотографии это кибуц Камара он Самара существует с 1976 года и он основан более всего подходит под определение анархического кибуца основан на анархических и экологических принципах все имущество включая средства производства находится в общей собственности под контролем коллектива все экономические решения принимаются на принципах общего участия А экологические принципы какие? Ну я вот не знаю точно но я так полагаю что это связано с тем что они в основном занимаются сельским хозяйством и соответственно наверное пытаются его проводить в гармонии с природой так чтобы это не нарушало окружающую среду кстати говоря кибуцы существовали ну вернее вот это вот движение самоуправления существовало не только в виде кибуцев как сельскохозяйственных общин но существовали в Израиле также до Второй мировой войны и рабочие коммуны но их было меньше о них гораздо меньше известно так я еще два слова скажу про христианин что вообще движение вот это вот коммунитарное оно существует конечно и по нынешний день то есть по всему миру кучу асквотов в том числе основанных и на анархических принципах и сельскохозяйственные коммуны есть разные но из таких наиболее интересных примеров и продолжительных можно назвать христианью это просто слово от названия района в Копенгагене оно с христом и христианством никак не связано это коммуна которая там существует с 70-х годов основана в 71-м году было и так получилось что после войны в этом районе Копенгагена существовало много военных казарм которые пустовали потому что война закончилась и они уже никому не были не нужны изначально хиппи просто пришли туда заселились заскватировали эти бараки а потом анархисты выпустили журнал где призвали вообще всех людей со свободными взглядами переселяться туда и заселять эти территории в итоге это движение стало достаточно массовым настолько массовым что полиция уже не могла справиться с этими объемами и в какой-то момент правительство было вынуждено признать как бы легализовать статус этой христиани в качестве социального эксперимента так скажем после этого было еще несколько попыток борьбы с этой христианей то есть их то пытались выселить то опять признавали их право на существование параллельно шла большая информационная кампания по дискредитации частично она была основана на реальном факте о том что в христиане процветает наркоторговля до какого-то момента это действительно было так но потом так как община понимала эту проблему это грозило целостности здоровья общины и все решения там принимают совместно они пришли к решению запретить на своей территории тяжелые наркотики и ограничить продажу марихуаны также и разными интересными способами тоже можете потом отдельно почитать как они с этим боролись также можете посмотреть нашу предыдущую лекцию где мы рассматривали институт полиции и законодательства в целом и мы там упоминали что христиане в свое время отразило попытку захвата бандой байкеров их территории потому что байкеры хотели продавать там тяжелые наркотики и сама коммуна без помощи какой-то полиции или вмешательства властей смогла отстоять свое пространство и дать отпор им да ну и было еще целый ряд таких известных коммун например как республика острова Рос такая коммуна которая была создана в 1967 году инженером Джорджи Розой который основал ее в нейтральных водах недалеко от Италии но это больше наверное к примерам такого протогосударства а-ля пиратского Сомали можно отнести и переходим к чуть более современным и более анархичным как будто бы проектам и начнем с вольной территории так было названо назван проект Нестора Махно Гуляй Польщина так же он назывался стоит изначально заметить как это ну начать с какой-то небольшой предыстории в 2017 году украинская народная республика директория украинской народной республики была достаточно слаба и поэтому на территории Украины было множество армий различных банд атаманов и каждый пытался построить свою собственную независимую республику поэтому на территории Украины тогда было достаточно много этих независимых республик но конечно же проекту Гуляй Поля это беспрецедентный проект и никто не смог приблизиться к нему своими корнями Нестор Махно пытался этот проект отнести к сечевым казакам о которых упоминал уже софасилитатор вот и началась эта история с того что после длительного заключения Нестора Махно встречали на перроне вагона он возвращался после заключения в тюрьме и он приехал с котомкой и все его товарищи которые встречали подумали что наверняка же он принес им оружие чтобы они продолжили захватывать территорию и жить по анархическим принципам но к сожалению или к счастью Нестор Махно привез им всего лишь книги и началось в принципе все с этого начиналось все достаточно мирно и спокойно и территория Гуляй Поля ну территория вольная территория насчитывала всего лишь два села Гуляй Польская группа анархокоммунистов на тот момент была достаточно нелепо выглядящей потому что она насчитывала порядка 80 человек и это все были необразованные крестьяне работники но совместно с учителями Махно организовал различные кружки обучения естественно с одобрения местных жителей которые организовали советы и уже к лету 1917 года политическая сила Гуляй Поля была настолько велика что ни одни агитаторы туда не заходили потому что их всех высмеивали всю их агитпропаганду подвергали критике и она не могла никого задеть вот и стоит заметить что в августе 1917 года Нестор Махно предложил такую тенденцию такую концепцию которая вызвала очень сильную критику среди анархистов она заключалась в том что анархизм очень важен и мы должны к нему стремиться но на данный момент мы должны укрепить партийную составляющую и отказаться от анархизма ради анархизма в будущем это подверглось очень большой критике среди других анархистов а по какой причине он предложил для того чтобы он считал что партийная составляющая будет более эффективной во время войны условно с белогвардейцами и большевиками с другой стороны и первым же первыми же своими решениями они начали поднимать вопрос земли земля была сразу отобрана у помещиков у землевладельцев все документы были сожжены естественно это все вызвало недовольство местных комиссаров которые начали приезжать и угрожать арестом Махно и его банде в ответ на это группа анархистов совершила рейд на этих комиссаров забрала у них оружие и продолжила дальше развивать свои территории отправили на ближайший завод эгитгруппу вместе с Махно и начали налаживать взаимосвязи между селами но надо было понимать что с одной стороны были белогвардейцы с другой стороны были большевики и необходимо было защищать свои территории поэтому первым действием Махно решил что надо создать черную гвардию эта гвардия сначала насчитывала 60 человек и это было все тоже местная молодежь крестьянство ни у кого из них не было опыта боевых действий никаких знаний тактики и поэтому первым делом они пытались найти фронтовиков после первой мировой войны чтобы укомплектовать такое более более опытные группы командиров которые будут управлять этой армией но стоит понимать что командиры ну а командиры Махнофской армии черной гвардии были скорее избраны самими крестьянами и пользовались авторитетом а не какой-то реальной властью ну это власть авторитета но это была не сверху навязанная власть а выборность крестьян и работников вот также в Махновщине это собственно сам Естер Махно все все приоритеты отдавались именно крестьянам так секундочку да и постепенно черная гвардия разрасталась они существовали таким образом что сама гвардия была небольшой по численности первое время но она быстро укомплектовывалась за счет многих добровольцев соседних сел соседних деревень они собирались вместе для того чтобы совершить какое-то действие защититься либо экспроприировать эшелоны спейсдов и после экспроприации они кстати раздавали до половины иногда даже больше того что экспроприировали в эти села и за счет этого пользовались уважением и поддержкой селян дальше началась развиваться экономика потихоньку в вольных территориях начали приобретаться первым делом они приобрели приобрели коллективную пекарню очень много было отдано на коллективные на коллективные нужды но при этом если кто-то хотел заниматься индивидуально своим сельским хозяйством ему это не возбранялось то есть человек мог взять себе участок земли не участвовать в коллективе не быть в коммуне но ему запрещалось иметь наемный труд то есть он мог обрабатывать сам мог иметь свою собственность но не мог никого нанимать и никого эксплуатировать вот экономика потихоньку развивалась расширялись селения которые они захватывали в том числе они занимали города в военных победах Нестора Махно я тут не буду уже особо сильно упоминать одно замечу что начиналась эта группа как 60 черногвардейцев на пике своей славы насчитывало до нескольких сотен тысяч участников при этом все эти отряды были равны по своей значимости сам Нестор Махно перемещался между отрядами то есть не был в одном отряде и постоянно перемещался но главным отрядом как бы оставался тот где был он их тактика при помощи тачанок они как бы ну тачанки много где были использованы это была условно модификация табористской табористской тактики с этими телегами потому что они ставили пулеметы на телеги совершали налеты поскольку у черной гвардии не было какой-то униформы собственно это черная гвардия тут видно что они все выглядели с большего какие-то оборванцы и это позволяло им эффективно избегать каких-то потерь потому что они могли устроить какой-то рейд на белогвардейцев а потом загнать телеги в различные амбары расплечь лошадей спрятать оружие и вот они уже ничем не выделяются среди простых крестьян и поэтому их никак не могли словить также они часто использовали тактику проникновения в захваченные города тем что наряжались либо в траурные процессии либо в свадебные процессии зачастую кстати сам Нестор Махно одевался как невеста и ехал на повозке в свадебном костюме когда они заезжали собственно в тыл врагу они все переодевались доставали оружие и захватывали власть вот основные тезисы которые выдвигали махновцы это советский строй но стоит понимать что советский строй на тот момент не был дискредитирован советским союзом и поэтому советский строй воспринимался как строй советов а не какая-то машина бюрократическая вот и это подразумевало то что все общества должны быть организованы свободно и в добровольном порядке и если общество будет организовано таким образом тогда это поможет людям все больше и больше раскрепощаться обретать свободу мыслить здраво и нести эту свободу дальше по поводу судебно-административного аппарата по поводу судов вот у нас была прошлая лекция в принципе то что предлагал махно очень схоже с этой концепцией потому что он говорил что судебные аппараты должны быть организованы но они должны быть не закостенелыми то есть законы должны быть очень живыми и двигающимися они должны подстраиваться под ситуации какие-то законы должны исполнять сами живые люди а не какие-то структуры не должно существовать никаких судов никаких полицейских это все должны осуществлять сами люди своих коммунных с помощью творчества и живой силы также они упоминали про гражданскую свободу которая должна защищать ну гражданская свобода это основа всего вот этот анархический принцип о том что каждый человек не должен быть никем угнетен он должен иметь полное равенство и полные свободы наравне со всеми и защита общежитий предполагалось что должны быть формированы армии но эти армии должны подчиняться народу и собираться только тогда когда сам народ это решает это на самом деле как будто бы не всегда работало но в тот момент была военная ситуация поэтому как есть примечательный факт что есть период махновского движения когда он был прозван республикой на Тачанках потому что гуляй поле отбили не помню то ли билеговардейцы то ли большевики и махно перемещался со своей армией на Тачанках и они захватывали у белогвардейцев какие-то поселки города и передвигались постоянно и за счет того что они использовали Тачанки они по-моему не скажу точно очень большие предстояния могли преодолевать за день и поэтому были не неуловимыми такими поводу дипломатии какой-то если условные большевики были скептично настроены к дипломатическим сношениям с другими регионами другими странами то махновцы высказывали с этой стороны полную открытость но при этом дипломатия должна оставаться полностью открытой то есть все решения которые принимают делегаты должны обсуждаться на собраниях советов и не должно быть никаких дипломатических тайн ну как будто бы что еще можно добавить про махновщину как махновщина пала махновщина пала потому что она была зажата с двух сторон с одной стороны они были зажаты большевиками с которыми они периодически вступали в какие-то союзы с другой стороны белогвардейцами с которыми не собирались вступать ни в какие союзы при этом махнова ездил в москву и после диалога с различными политическими лидерами того движения в том числе с Лениным и даже с некоторыми анархистами теоретиками он общался с Кропоткиным он вернулся в Гуляйполе и сказал что они не могут ни на кого рассчитывать кроме как на себя вот и конечно же с большевиками они не доверяли им но у них не оставалось никакого выбора потому что большевики предоставляли им оружие и в конечном итоге большевики предложили им союз последний самый для того чтобы разбить белогвардейцев по-моему деникинцев и предложили им ряд соглашений в ответ на что Махно согласился и выдвинулся к фронту но не стал ничего делать пока эти соглашения не были подписаны в итоге часть этих соглашений была подписана но после того как Махно отряд Махно разбил белогвардейцев эти соглашения были нарушены и соответственно начались репрессии расстрелы и казни многих анархистов и активистов арестовали большой отряд остался в районе Одессы и начал пробиваться гуляя полю сам Махно попытался мигрировать потому что был ранен и по-моему заболел тогда Тифом или Тифом но поскольку самого Махно не было этот отряд не использовал тактику тачанок Махновских где они перемещались постоянно из стороны в сторону а пытался поехать напрямую гуляя полю и там он был разбит вот в итоге Нестор Махно эмигрировал куда он эмигрировал в Францию вроде по Францию позже мы следующим экспериментом мы не осматривали испанских анархистов и испанскую революцию позже различные группы испанских анархистов звали его в том числе в Испанию чтобы он участвовал в этой революции но он уже был болезненный и рано рано по-моему в ногу была не оставила оставила свои следы поэтому он никуда не двинулся но в Испании была бригада имени Нестора Махно два слова про Син Мин то что мы уже упоминали на прошлых занятиях что был еще так называемый корейский Махно это Ким Джа Джин человек который в Манчжурии тоже попытался повторить эксперимент Махно они там на два года с 1929 по 1931 год также образовали самоуправляемое общество создали также армию десятитысячную на анархических началах но примерно та же самая судьба их постигла до поры до времени сталинский СССР их игнорировал и они воевали в основном с японской императорской армией но в какой-то момент им пришлось воевать на два фронта и они просто были зажаты между Японией и СССР разбиты на этой территории которая была самоуправляемая в Манчжурии проживало около 2 миллионов человек то есть это достаточно большая территория была еще хотелось бы добавить по поводу денежного вопроса на вольной территории деньги как таковые не функционировали и все весь обмен был натуральным то есть в города поставлялась провизия из сел а в села поставлялась все необходимые все необходимые товары из городов но при этом был такой шуточный момент что была валюта Нестора Махно она была в разных вариациях ну передник был всегда одинаковый там было пустое поле и можно было вписать любой номинал а задники всегда были какие-то шутливые там например одна шутка была что радуйся пани у Нестора появились деньги или как-то так были также различные матерные стишки с обратной стороны то есть как бы есть такая легенда про то что была какая-то валюта Нестора Махно но это было просто шутки ради так мы перейдем к испанской революции здесь мы тоже начнем немного не с самой революции не с начала а с того что в Испании очень богатый был ну есть анархический опыт и например на момент начала гражданской войны профсоюз трудящихся СНТ на русском это НКТ Национальная конфедерация трудящихся был самым многочисленным то есть например он насчитывал миллион 600 участников и из них примерно 300 тысяч состояли в федерации анархистов Иберии если сравнивать например компартию которая потом ключевую роль сыграет в испанской революции в отношении анархистов компартия на тот момент насчитывала 33 тысячи человек вот и собственно первые анархистические восстания в Испании начались в 23-м году за три года до гражданской войны и собственно эти восстания проходили сложно сказать как они начинались очень легко потому что муниципальные советы просто 33-м 33-м да 33-м году муниципальные советы просто захватывали площадь поднимали черное знамя черно-красное знамя над мэрией сжигали все документы распределяли всю территорию все земли поровну среди трудящихся и жили так очень идеалистично и очень комфортно до прихода войск войска потом все подавляли и разрушали вот также был большой вопрос между синдикалистским течением и либертарно-коммунистическим потому что они рассматривали как будто бы разные векторы направления в то время как либертарно-коммунистический больше рассматривал какие-то сельскохозяйственные взаимодействия коммун синдикалистский рассматривал именно захват производств захват фабрик и заводов и в 36 году в мае то есть за пару месяцев до революции НКТ выпустило такое заявление где нашли синтез между либертарным коммунизмом и социализмом при этом эта программа как бы выступала тоже за децентрализованное планирование снизу отмену всех денег и деньги предлагалось заменить на продовольственные и потребительские карточки эти карточки я их тоже чуть позже упомяну вот и собственно 17 июля 36-го года началась гражданская война это был военно-фашистский мятеж который за три дня на большей части Испании был подавлен например Барселону полностью отстояли анархисты и в Барселоне была на какой-то момент такая как самая большая анархическая ячейка это можно сказать самый анархический город какой-то момент был потому что там были интербригады различные Синти и ФАИ Синти это конфедерация трудящихся ФАИ это федерация анархистов Иберии они формировали различные комитеты комитеты баррикад эти комитеты баррикад взаимодействовали между собой на уровне города и таким образом управляли этим городом и в этот момент момент после подавления фашистского путча считается что анархисты совершили свою первую на тот момент и очень роковую ошибку и она рассматривается разными политическими течениями по-разному например ленинисты троцкисты утверждают что анархисты совершили ошибку в том что они не захватили власть сами анархисты считают что они совершили ошибку в том что они не свергли власть то есть власть осталась республиканская и в какой-то момент анархисты из НКТ ну там не только анархисты были будут говорить НКТ вступила в какой-то союз с правящей республиканской партией с компартиями различными потому что посчитали что на данный момент социальной революции нету, и поэтому нужно объединять антифашистский фронт в борьбе против фашистского путча для того, чтобы защититься. Тем не менее, многие участники НКТ и ФАИ очень скептично к этому отнеслись, они не стали дожидаться различных решений на плембновых и конференциях, и начали осуществлять социальную революцию на местах автономно. Так, например, различные фабрики и заводы начали захватываться у республиканской партии, у власти, и не отдаваться им, потому что республиканская партия на тот момент показала свою слабость, пролетарии начали захватывать заводы и фабрики, начали строить там свои профсоюзы и управлять фабрикой снизу вверх. 70 предприятий Барселоны и 50 Валенсии было захвачено работниками. Но при этом наибольший какой-то вклад в эту революцию внес Арагон, коммуна Арагона. Там 70% населения региона полностью перешло как бы в либертарно-коммунистический строй. Вся территория была, опять же, тоже поделена между жителями коммун по равным принципам. И как и в Махновщине, там оставались некоторые люди, которые предпочитали все-таки индивидуалистический подход. И как и в Махновщине, это допускалось. Опять же, запрещался наемнический труд, но в отличие от махновского движения, испанские анархисты пошли дальше в плане какой-то конфронтации с индивидуалистами. И они разрешили им существовать в коммунах, но запретили пользоваться всеми благами коммуны. То есть они могут иметь землю, которую они могут обрабатывать, но не могут использовать наемный труд. И они не могут использовать все ресурсы коммуны, которые распространялись свободно. Деньги тоже были отменены. Деньги были отменены в целом. Где-то одна треть всех коммун отказалась полностью от денег. И две трети, по-моему, заменили деньги на различные боны, квитанции и прочие аналоги. Там, где деньги отменились, ресурсы выдавались изначально полностью по потребностям. Некоторые ресурсы выдавались ограниченно, потому что все-таки шла война, и ресурсов было немного. При этом существовали карточки потребителей, карточки производителя, на которые, собственно, и получали люди все товары, все блага. И это было необходимо для того, чтобы в будущем можно было посмотреть, какие ресурсы и в каком количестве необходимы коммунам для того, чтобы функционировать. И чтобы как-то систематизировать труд. Так же было... То есть эти карточки никак не контролировали потребление и производство, а просто для учета? Да. То есть это не так, что у тебя карточка и сколько ты произвел, столько ты получишь. Нет, это просто карточка, которая, условно можно сказать, это как паспорт плюс учетная книжка. Вот. Внутри этих коллективов коммун не было никакой иерархии. Все решения принимались на советах деревень, на делегациях. Но в какой-то момент получилось так, что было небольшое неравенство, небольшое неравенство порой, за счет того, что некоторые коммунные коллективы изначально были более богатые, а некоторые более бедные. И за счет этого анархистами продвигалась концепция коллективизации для того, чтобы объединить все эти коммуны в одну большую федерацию. И в конечном итоге эта федерация была создана. Когда эта федерация была создана, то начался более коллективистский подход. Все избытки начали перемещаться между деревнями. Деревнями, это так грубо сказано, потому что на самом деле там были как небольшие города. Каменные здания, различная инфраструктура. Также в Арагоне на 20% увеличивалась выработка каких-то ресурсов, в то время как на всей остальной территории наоборот она упала, потому что была война. Началось обустраивание этих коммун. Многие жители впервые получили доступ к какому-то медицинскому обслуживанию. Начали строиться школы, начали строиться какие-то культурные здания в коммунах и коллективах. Причем многие жители впервые столкнулись с какими-то культурными зданиями и культурными событиями, потому что до этого жили в бедности. И, собственно, коммуны Арагона достаточно сильно процветали, что очень не нравилось различным помещикам и буржуазии, которые видела в этом какое-то отклонение от того плана, на который они рассчитывали. И, соответственно, единственную альтернативу, которую они видели в тот момент, это вступление в Компартию. Компартия тогда представляла из себя сталинистов, потому что параллельно были отряды ПАУМ, это, по-моему, марксистские коммунисты, и они в том числе сотрудничали с анархистами и с НКТ. Сталинисты выступали против, они начали объединяться с мелкой буржуазией, с помещиками, с офицерами. И в какой-то момент они поставили ультиматум НКТ в том, чтобы они начали легализовывать свои коммуны и заключать какие-то договоры. И здесь заключалась вторая ошибка НКТ в том, что они начали идти на каком-то поводу у большевиков и пытаться как-то избежать раскола внутри антифашистского движения, потому что все еще была фашистская угроза явной и никуда она не делась. Поэтому они ради единства с антифашистским фронтом начали идти на эти уступки. И со временем сталинисты все больше и больше демилитаризировали, слово как раз из нынешних реалий, демилитаризировали анархистов, захватывали эти коммуны и их разоряли. Соответственно, в конечном итоге антифашистский фронт был расколот, потому что сталинисты вместо того, чтобы бороться с фашистами, начали бороться с анархистами, в том числе танковые бригады с фронта отправлялись на подавление коммун в Рагоне. И таким образом в марте 1938 года францкистские войска доделали дело Компартии и уничтожили обескровленный Рагон. Это забавный плакат с лозунгом «Но пасран». Этот лозунг появился во время речи перед осадой Мадрида. Франкистскими войсками. И плакаты эти гитленно распространялись везде, но пасран, они не пройдут. И, собственно, Мадрид отстояли в итоге. После этого лозунг родился следующий лозунг «Мы пройдем, если они не прошли». Но он не прижился и был малопопулярен. И, в конце концов, через три вроде бы года, когда Франко взял Мадрид, он сказал, что мы прошли. Так закончилась история испанских коммун. Дальше мы переходим уже к современности. Это сапатисты. 1 января 1994 года группа из вооруженных индейцев в масках в количестве 3000 человек заняло 4 города в штате Чапос в Мексике. Дата была выбрана так, потому что в этот день вступал в силу договор нафта, который позволял транснациональным корпорациям неограниченный доступ к ресурсам древесине, нефти и ценным лесам. И это были территории, на которых, собственно, и проживали эти индейские общины. Из балкона ратуши выступили сапатисты. Они назвали себя САНО, сапатистская армия народного освобождения, и объявили войну государству и неолиберализму. Дальше они захватили военную базу Ранчо-Нуэво. Там они вооружились еще больше. После этого они захватили ближайшие тюрьмы и выпустили оттуда всех политических заключенных. Но, естественно, федеральное правительство не могло это оставить так просто. Поэтому началось наступление со стороны войск. И сапатисты были выбиты из этих городов и отступили в горы. Но за счет того, что в это же время, с начала выступления, они начали очень активную медиаработу, они добились поддержки мирового общества и общества Мексики, которое позволило им начать переговоры с мексиканским правительством. Так, например, в Мехико на митинге собралось полмиллиона человек, которые скандировали «мы все сапатисты» и требовали от правительства вступить в переговоры. Когда переговоры состоялись, собственно, переговоры из большего... Как бы у сапатистов нет иерархии, но многие приписывают лидерство субкоманданте Марковсу, собственно, он здесь. Он единственный метист среди сапатистов. И, по сути, он один из немногих людей, который знает испанский язык. Поэтому он выступает не лидером, а спикером. По какому языке? На испанском. Нет, а стальные сапатисты? Они, по-моему, у них различные наречия на различные языки, но, по-моему, там большая часть это индейцы Цоколь. Карино-минтат. Они называют себя индейцы Цоколь или как-то так. Вот, и они используют свои родные наречия. Собственно, в итоге, в ходе переговоров, сапатисты добились автономии и признания своей независимости какой-то и потребовали закрепления этого конституции. И власти пошли на эти уступки, но не до конца их исполняют в итоге. Стоит заметить изначально, что с 1982 по 1992 год в Мексике был такой период, который назван был потерянное десятилетие, потому что в этот момент Мексика попала в полную зависимость от МВФ и началось очень сильно ухудшаться экономическое положение. Например, собственно, сапатисты, это индейцы Чапаса, на территории, где они проживали, там было население 3,5 миллиона человек и 55% всей гидроэлектроэнергии, 35% всего кофе и значительная часть нефти добывалась с их территорий. Шла на экспорт, при этом сами сапатисты жили в нищете и в сельских коммунах. 90% жителей тогда, у них варьировался доход, где-то от минимального до нулевого. На каждых 5000 жителей была только одна больница. 70% детей не получали вообще законченного начального образования школьного. и 54% страдало от истощения, и 80% именно индейцев страдало от голода. А это примерно 1 миллион человек. Собственно, путь сапатистов начался с того, что местные активисты-революционеры начали искать какой-то путь и пропагандировать пытались марксизм. Но за счет того, что марксизм очень плохо охватывает крестьянство и больше нацелен на пролетариев и рабочих заводов, а крестьянство рассматривается марксизмом как что-то архаичное и как какие-то ведомые. Поэтому сапатисты начали искать свой путь, и в течение 10 лет они разрабатывали свою идеологию, которая получилась из такого сплава коммунизма и анархизма. Собственно, их флаги сейчас — это черное знамя анархизма и красная звезда по центре — коммунистическая. Чем отличаются сапатисты от других латиноамериканских партизанских движений? Так это тем, что они выступают не просто… Они выступают, во-первых, против захвата власти, за что критикуются партизанскими движениями повстанческими. Они выступают за демократическое расширение и свободы. Их тезис в том, что вот эти все повстанческие движения, левые, революционные — это, по сути, борьба двух гегемонов, двух гегемоний. С одной стороны, это репрессивные органы власти. С другой стороны, это люди, которые сверху учат, как жить других. И те, и другие захватывают власть и начинают управлять вами, не прислушиваясь к вашим советам. Поэтому они выступают, собственно, против любой борьбы за власть. И, в частности, против этих левых партизанских движений. В том числе, они подвергались критике за то, что не поддержали на выборах, не то, что не поддержали, а выступали против кандидата от левых сил. Потому что они сказали, что они взяли за пример общество безземельных крестьян Бразилии. Мы тоже о нем упоминали пару лекций назад. Это общество в Бразилии, которое захватывают территории, вступая в противостояние с полицией и армией, для того, чтобы просто возделывать и заниматься земледелием. Потому что большая часть территорий принадлежит небольшому количеству элит, в то время как очень много крестьян и сельскохозяйственников проживают за чертой бедности. Но после этого движения начало развиваться и в какой-то момент продвигать каких-то партийных лидеров, которые привели в итоге к неолиберализму. И поэтому сапатисты выступают против этого и против любой политической борьбы. Помимо этого, благодаря влиянию сапатистов в Мексике в целом начало политизироваться общество. Очень многие забастовки студентов и профсоюзов, вдохновившись их движением, начали тоже выступать за свои права, начали солидаризироваться с сапатистами и добиваться своих прав. В апреле 2001 года САНО совершили мирный поход на Мехико, где они заходили в каждые города и обсуждали с жителями этих городов их нужды и потребности. И это было необходимо для того, в том числе как пропаганда своего образа жизни, пропаганда борьбы за свои права. Их пытались не пустить, мексиканские военные, но сапатистам это удалось, и они провели свой мирный марш. Так же, как и Махно в свое время, Субкомананто Марко сказал, что это, кстати, в том числе можно и перенести на Беларусь для нас, что если взять все интервью, все памфлеты, все заявления, которые были даны за это время, и все это сократить в короткую фразу, то эта короткая фраза будет таковой. Никто этого за нас не сделает. Собственно, это в том числе и для беларусов, для нас в том числе актуально, потому что мы очень в свое время надеялись на какую-то поддержку Запада, но факты таковы, что свою свободу мы можем заработать только сами. Под их контролем находится 32 автономных муниципалитета, и каждый из этих муниципалитетов нас считывает от 50 до 100 общин. Решения принимаются так, что в общинах принимаются какие-то решения на местном уровне, и дальше делегаты отправляются на муниципальные решения, но таких решений не особо много, и большая часть решений касается непосредственно общины, и принимается все на местном уровне. Также хотелось бы добавить, что сапатисты выступают за борьбу против любого угнетения, и считают, что ни одна борьба с угнетениями не должна быть приоритизирована, и мы должны выступать единым фронтом в борьбе со всеми угнетениями. Будь то какие-то социальные угнетения, будь то какие-то расовые либо сексуальные угнетения, мы все должны выступать единым фронтом, и все эти угнетения должны рассматриваться нами как равноценные угрозы нашему обществу. Хотите включать эксплуатацию любого? Интересный вопрос. Ну мне почему-то, я не знаю, но мне почему-то кажется, что нет, потому что они все-таки занимаются сельскохозяйственной деятельностью, понятно, что у них нет скотоводнических ферм, нету этих заводов по убою скота, и это все более-менее гуманистично. Ну нет, это не глобально. Ну да, то есть вопрос эксплуатации животных у них не поднимается. Я два слова буквально скажу, что название свое они получили от Эмилио Сапаты, это крестьянский вождь мексиканской революции, которая была с 1910 по 1917 год, в Мексике, и он вот как раз-таки опять же ложился примерно в ту же канву, что и Махновское движение, что восстание на Тамбовщине, то есть такое движение за самоопределение, самоорганизацию крестьянских общин. В честь него они взяли себе самоназвание. Есть также, опять же, в Мексике Чаран, такой район скорее даже, ну не регион, район. В чем их история? В какой-то момент у них очень сильно выросла преступность, и в 2011 году они начали свой первый марш против вырубки лесов. То есть у них было, так сейчас скажу точно, из 27 гектаров леса, который был изначально, вчера они, вырубили 20, и у них осталось только 7 гектаров леса. Это вызвало протесты. Сначала это были женские протесты, то есть небольшая группа женщин выступила против компаний, которые занимались вырубкой, и смогли их прогнать. В ходе этого вчера не были выгнаны полностью все политики, все муниципальные деятели власти, и вся полиция в том числе, потому что полиция закрывала глаза коммуниципальные власти на организованную преступность, на уничтожение ресурсов местного населения. Все эти люди были изгнаны. Вчера не сейчас существует так называемое народное ополчение. Все решения они принимают на ассамблеях, и они говорят, что ассамблея — это где может быть услышан каждый, и каждый может высказаться, в отличие от того, что у них было раньше. И они смогли договориться тоже каким-то образом с мексиканским правительством на тот счет, что их автономия была принята во время каких-то предвыборных кампаний, когда приходят политики и расклеиваются в агитационные плакаты. Эти народные дружины самообороны, в том числе, выгоняют этих политиков, срывают все агитационные плакаты. Сама преступность очень сильно у них упала. Количество убийств сократилось за счет того, что они смогли противостоять организованной преступности, потому что больше не было такого, что полиция и власти закрывают эти глаза, и никто не может дать отпор. Также они полностью, не полностью, очень сильно снизили уровень безработицы за счет того, что они начали организовывать такие фермы по восстановлению леса. Потому что изначально это все началось из-за того, что очень крупные вырубки леса были у них на территории, и они хотят это восстановить. Собственно, Чиран, как и сапатисты, очень сильно корнями уходят из своей идеологии в какое-то наследие индейцев, наследие коренных обитателей этих мест. И поэтому, поскольку все эти коренные жители до колонизации жили в более равных обществах, в обществах по самому правлению, они тоже ушли корнями к этим обществам. И сейчас, собственно, живут в полностью свободном обществе. Есть фильм на Ютубе «Минут 9-14», по-моему, про Чиран, на английском, правда, с английскими субтитрами. И там забавный момент, что они выбирают представителя на ассамблеях, как мэра, можно сказать. И это должность добровольно-принудительная. То есть они своим обществом сами выбирают человека, который будет занимать ее. Он не принимает никаких решений, но он должен следить за реализацией того, что принято на общем сходе, на общем собрании. И там был в этом ролике нынешний мэр. И его спросили, кем он был до этой должности. И он сказал, что он преподавал в университете. А зарплата, которую он получал в университете, была в 4 раза больше, чем та зарплата, которую он получает на этой должности. Но, тем не менее, это общество ныне существующее. Наверное, одно из самых новых. Потому что в 2011 году они как бы занялись своей автономией. И при этом существует без полиции, без государственной власти. И существует очень мирно и процветающе. Еще одно общество, которое появилось тоже относительно недавно, в 2011 году. Это общество самоуправляемой Рожавы на территории сирийского Курдистана. Тут стоило бы, конечно, пару слов сказать о том, как так получилось, что Рабочая партия Курдистана, изначально марксистская организация, вдруг стала основой для людей, которые основали свое общество на принципах очень близких к анархизму. Это не совсем тоже анархические принципы, но очень близкие. Дело в том, что когда в 80-х годах Рабочая партия Курдистана была марксистской организацией, она вела подпольную борьбу в основном на территории Турции, в этом ее поддерживало сирийское правительство. Но потом их лидер этой партии, Абдулла Аджилан, он познакомился с идеями американского анархиста Мюррея Букчина и заимствовал у него некоторые принципы, которые, на его взгляд, помогли бы обществу будущего стать, во-первых, демократичнее, а во-вторых, очень хорошо решали практические задачи, практические проблемы, которые стали перед этой партией. В частности, крах советского блока СССР и советских стран, которые немного, скажем, девальвировали популярность марксизма. Во-вторых, неготовность ни одной страны в мире признавать курдское государство именно в качестве государственного образования. Ну и, в-третьих, привлекательность федерализма тем, что он подразумевает собой многоэтничность в том числе, а на тех территориях, где проживают курды, там проживают и другие народности тоже, и им хотел создать какую-то идею более объединительную, чем до этого достаточно пронационалистически настроенная, но в то же время марксистская РПК. И они заимствовали принципы демократического федерализма, который предлагал Мирей Букчин, это самоуправляющаяся община, объединенная в конфедерацию. Производство опирается в первую очередь на местные нужды и старается сохранить экологический баланс. Отмена частной собственности на средства производства, предполагалось Букчином, борьба с национализмом, отрицание классовой борьбы в пользу добровольного присоединения частных владельцев к делу коммуны. То есть как будто бы больше за счет агитации и пропаганды призывать владельцев частной собственности присоединиться к коммуне, нежели вступать с ними в противостояние. Но некоторые из этих принципов были курдами немного переформатированы. Они, во-первых, настаивали на то, что в условиях военных действий необходимо сохранять централизованное государство. Центральное власть, вернее, не централизованное, но какое-то центральное правительство, которое бы представляло вот эту всю федерацию. Но очень сильно, естественно, его ограничить в полномочиях и все решения, которые могли бы приниматься на местных уровнях, должны были приниматься на местном уровне. Это нужно было, во-первых, как для цели более эффективной обороны, так и в том числе и для дипломатических игр, потому что курды всячески пытались урвать себе какую-то поддержку со стороны мирового сообщества, в связи с чем неоднократно шли на различные компромиссы и уступки, пытались кому-то угодить. С этим могут быть связаны и разные их противоречивые действия и заявления. Также, в конце концов, не запретили они наемный труд, но с тем условием, что бизнес должен служить потребностям коммуны, то есть отвечать актуальным запросам каким-то, то есть не заниматься каким-то производством, которое община считает ненужным на данный момент, и не являться монополистом. Тоже я, честно говоря, не знаю, как они это требование реализовывают. Ну и с началом сирийской революции, с началом войны Асада против умеренной исламской оппозиции, с одной стороны, и против джихадистов и исламского государства, с другой стороны, возник такой определенный вакуум власти, который позволил в курдских районах РПК взять власть. Очень быстро они вступили в жесткое противостояние с исламским государством, но все-таки смогли с помощью союзников изначально сами отбить небольшой город Кабани, потом с помощью союзников продвинуться дальше, в том числе на этнические земли арабов. И сейчас этот регион с 2011 года с как минимум двумя миллионами жителей на этой территории продолжает существовать на таких принципах, довольно близких к самоуправлению. В частности, в армии это проявляется в выборности командиров, а также в практике такмиль это встречи вооруженного отряда для критики и самокритики друг друга, причем это осуществляется в такой атмосфере, что как будто бы на критику нельзя вступать в перепалку, а нужно как будто только выслушивать и принимать к сведениям. Также у них существует стремление к эмансипации женщин, это проявляется в таком направлении как женология. У них создаются в их общинах советы по делам женщин, которые занимаются в частности борьбой с многоженством и домашним насилием, которые на Востоке традиционно распространены, а также проводят образовательные курсы как для женщин, так и для мужчин, и полностью курируют, например, дошкольное образование. А также проводят, собственно, уроки женологии, изучают различные философские основы феминизма. Как я уже говорил, что в политической модели там у них сочетаются элементы как прямой демократии, которые в самих общинах более отчетливо видны, так и элементы представителей демократии, что касается того, что они делегируют все-таки каких-то представителей, чтобы они их представляли на международной арене и рулили какими-то военными векторами. Вот, смешанная опять же экономика, то есть полностью частная собственность не запрещена, но в последнее время кооперативы из-за того, что показали свою жизнеспособность, то кооперативная форма собственности стала преобладать. И интересная у них еще судебная система. В частности, у них нет свода законов, то есть это то, что практиковали до этого многие анархисты, и то, о чем мы говорили на встрече, посвященной либертарному правосудию, то есть как будто бы правосудие опирается на ситуативные какие-то нормы, на индивидуальный подход, но при этом у них есть принципы судопроизводства, и вот в этих принципах устанавливается, что в каждой общине должны периодически выбираться 11 выборных судей, членов судебного совета, и желательно, ну естественно, опять же не понимаю, как это можно повсеместно реализовать, но желательно, чтобы три из них были с юридическим образованием, то есть каким-то представлением респруденции. Нет денежных штрафов, то есть у них такое представление о том, что денежный штраф это какая-то попытка откупиться от правосудия, то есть такое правоприменение не практикуется, то есть они стараются тоже какое-то восстановительное правосудие, чтобы ущерб нанесенный пострадавшему больше компенсировался какими-то реальными делами, нежели просто там откупился и пошел дальше. Вот, и есть у них также тюрьмы, есть изоляторы для алко- и наркозависимых, но вот в частности вот эти вот изоляторы, они выглядят довольно мягко, там обычно не больше чем 1-3 дня заключения, и для этого нужно одобрение всей общины. Есть даже тюрьмы для тюрьмы? Да, есть и непосредственно тюрьмы. Это мы, наверное, свой рассказ про самоуправляемое общество закончим. Подчеркнем, что анархисты, конечно, по-разному всегда участвовали в военных конфликтах, то есть, например, во время Второй мировой войны они чаще всего просто присоединялись к партизанскому движению, к сопротивлению и не создавали каких-то отдельных отрядов и отдельных очагов обороны. Вот в некоторых войнах они выбирали другую тактику. Также здесь вы видите список литературы на экране, но он не полный, мы его потом постараемся в части дополнить. В частности, здесь нет четырех видео лекций анархиста-историка Вадима Дамье. В рамках курса свободной школы? Не школы анархизма? Да, да. Вот, мы их тоже вам добавим, там довольно много интересного из того, что мы сказали, можно будет подробнее послушать. И другое он рассказывает об освободительных движениях вообще. Может быть, есть какие-то вопросы, уточнения? Давайте, да, сначала покажем. Мне кажется, что больше рассказать в последней части про рожаву, больше взять внимание эмансипации женщин, там действительно там рассказать о том, что там есть паритет по всех структурах и такие штуки. То есть там игра — это огромную роль в общественности. У сапатистов также очень большой вклад в эмансипации женщины, в введение условно женщин в принятие решений. Ну да, для рожавы это, конечно, верное замечание, потому что это все-таки восток, и там это, в принципе, не свойственно. А у курдов это присутствует, и эмансипация женщины, и веро-терпимость. Ну понятно, что это все, в любом случае, по верхам, потому что если каждый из примеров разбирать более детально, то это займет не один час. Я хотела спросить, были ли какие-то идеи о том, как так получилось, почему Мексика, правительство мексиканское не стало силой подавлять сапатистов и захватывать свою территорию? Потому что, мне кажется, очень во многих случаях, даже когда есть активная международная поддержка и, как бы, различные марши, демонстрации в поддержку каких-то освободительных движений, ну, как бы, правительство забивает на это и все равно просто использует армию, чтобы добиться своих целей. Почему, как бы, Мексика не стала так нападать? Ну, ты же поднял руку ответить? Нет, ответ еще. Ну, во-первых, там они пытались подавить, и сапатисты оказывали сопротивление, причем достаточно успешно оказывали сопротивление, грубо говоря, там, чуть ли не с палками в руках. Вот, но, да, и после какого-то времени они, типа, перестали это делать. Но периодически они атакуют их какими-то силами прокси, например. То есть не используя именно свои силы наемников. Ну, то есть, например, типа, с третьими силами, типа, наркокартелями и прочим. То есть, по сути, Мексике просто не хватило сил победить все оппозиции? Сложно сказать. Ну, как будто бы да, но, не знаю, с того, что они рассказывали, и, да, у них, типа, была сначала какая-то вооруженная, ну, то есть вооруженная борьба, причем, ну, она была достаточно такая успешная, и в какой-то момент государство решило просто отступить. Ну, мы можем видеть тоже на этих примерах того же Чирана, да, то есть, тут вчера они тоже отступили просто и, как бы, не лезут. То есть, ну, как бы, в Мексике это, похоже, какая-то распространенная практика. Видимо, у них не хватает, действительно, силы, и что? Да, в большинстве примеров, которые мы здесь видели, это момент слабости государства и какой-то определенный вакуум власти. То есть, Испанская революция – это тоже момент, когда, с одной стороны, существует Испанская республика, с другой стороны, ее позиции очень слабы, потому что нет единства ни в правительстве этой республики, с другой стороны, мятеж Франка и так далее, и вот этим моментом мы и смогли воспользоваться анархисты. То есть, похожая ситуация – это ситуация гражданской войны на обломках Российской империи, вот, и похожая ситуация – сирийский Курдистан. Ну, это проекты, которые показывают свою жизнеспособность, как минимум, экономически, но в военном плане, насколько можно, там, на несколько фронтов сражаться. А ты упоминал на обломках Российской империи – это на будущее, или спутал с ней в трёмах, да? Я не спутал, я вспоминал их пример. Но, на самом деле, тоже важно отметить, что столкновения у них вообще длились, там, пару недель всего лишь. Ну, то есть, там, не было какого-то долгого противостояния, и, на самом деле, странно, почему, как бы, государство наступило. Ну, опять же, я думаю, стоит учитывать, в том числе, и экономические проблемы в Мексике. Наверное, вы слишком много денег тратили на захват или что бы не тратили? Ну, условно, это же вопрос, скорее, о количестве какого-то запасного ресурса. То есть, если они захватывают, тратят деньги на армию – это одни затраты. Добавь к этому ещё полмиллиона бастующих людей в городах – это ещё и другие затраты. Ну, да, да, у меня надежда была массовая общественная. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok